Я зову к микрофону Алексея Юрьевича Рябцева, капитана первого ранга, верующего человека, патриота, который скажет сейчас, в День защитника Отечества, с кем армия, что такое армия и как мы будем бороться вместе. Я всю свою взрослую жизнь обслуживал ядерное оружие. Я обслуживал ее офицером-подводником, я обслуживал ее как военный инженер. Поэтому говорить я буду о ядерном оружии, о серьезных вещах. У нашей страны сейчас очень мало ресурсов для защиты независимости и территориальной целостности. Скоро рухнут все эти современные фантазии о наемной армии, о возможности завалить все проблемы деньгами, о чистенькой войне с помощью беспилотников, о том, что война похожа на компьютерную игру. Все эти фантазии рухнут, как только столкнутся с жесткой реальностью. Пускай офисный планктон верит в мирный и спокойный глобальный мировой рынок, обладающий огромными неисчислимыми возможностями. Советский Союз допустил одну крупную ошибку. Он создал слишком большой запас прочности. Его нечестивые наследники верят в то, что этот запас бесконечен. Образно говоря, есть туша убитого слона. Эту тушу успешно поедают десятка-два гиен. А миллионы тараканов успешно подъедают помет за этими гиенами. И тараканы почему-то уверены, что этот рай будет продолжаться бесконечно. Гиены же уже видят, что еда кончается, и поглядывают на сторону в поисках другой пищи. Возможно, они эту пищу найдут. А может быть, чужие львы и леопарды переломают хребет этим гиенам. Тараканам же ничего не светит. Им все равно не жить. Бежать им некуда. В других местах своих тараканов хватает. Мы не тараканы. Мы люди. А русским людям не впервой выходить из той ямы, куда нас зайдут очередные начальники, да и наша собственная народная глупость. Но пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Впрочем, уже громыхает. И снаружи, и внутри страны. Поэтому снова придется выходить из катастрофического положения привычными, простыми, до примитива методами. Снова придется перестраивать экономику на традиционный лад. А исторически доказана только одна успешная экономическая модель в России. Эта успешная модель называется просто подсобное хозяйство при воинской части. Это очень некомфортно. Но захочешь жить, комфортом пожертвуешь. Военную организацию тоже придется перестраивать достаточно просто. В ее ядре будет ядерное оружие, а остальные войска будут обеспечивать ее применение в нужное время, в нужном месте, в нужном объеме. На большее у нас сил нет. Демографическая ситуация этого не позволяет. Впрочем, действенность ядерного оружия напрямую зависит от готовности правителей это оружие применить. От моральной готовности. А также от моральной готовности его не продать. К сожалению, чрезвычайно много представителей нынешней правящей верхушки очень сомнительны в этом отношении. Наши предки оставили, наши отцы. Создали нам это оружие, оставили нам его в наследство. Шансов у нас мало, но отчаиваться не надо. От отчаяния вообще толку мало. Как говорится в известных стихах, Не зарвемся, так прорвемся. Живы будем, не помрем. Отошли, назад вернемся. Что отдали, все возьмем. И прошу на сцену Владимира Аркадьевича Литвиненко, полковника запаса, участника боевых действий в Афганистане, доцента Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Владимир Аркадьевич, вам слово. Поздравляю с днем. Я хочу поздравить всех собравшихся, во-первых, с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня назовывают днем защитника Отечества. Но Отечество русские солдаты защищали всегда. Но 23 февраля 2018 года в строй стала новая армия, для того, чтобы защитить свое Отечество от врага. Потому что старой армии уже не было. Эта армия отстояла Отечество в 18-м. Эта армия отстояла Отечество в Грозном в 41-м и в 45-м вошла в Герлин. Эта армия спасала мир от ядерной войны все последнее время. Сегодня, к сожалению, армия переживает не самые лучшие дни. Меня спрашивают, а что я здесь делаю? Почему я участвую в движении «Суть времени»? Почему я хожу на митинг? Чего мне не хватает? Мне не хватает великой державы, которой я присягал. Мне не хватает того большого дела, за которое мужчина может себя уважать. Я вижу здесь людей, которым не все равно, что будет с их страной. Которым не все равно, в какой стране будут жить их дети. И которые не ведутся на всякие посылы оранжевых и всякие глупости. Я вижу здесь знамена военно-морского флота. Я вижу здесь знамена славных воздушно-десантных войск, которым я имел честь принадлежать в течение 20 лет. И я хочу обратиться к своим товарищам по оружию, которые стоят в этом строю. И тем, которые не пришли. У нас должок перед матушкой России. Отдать бы надо. Выступает Роман Носиков. Известный блогер. Член Сути Времени. Зачем вы сюда пришли? Почему вы не ходите на Болотную? Там же модно. Там Шевчук на гитаре поет. Если бы вы ходили на Болотную, вас бы все любили. Вся пресса писала, какие вы замечательные. Какие вы самодолюбивые. Какие вы красивые. Как вы модно одеваетесь. А вместо этого вы ходите сюда. И вас называют зомби и фанатиками. Анчоусами. Почему вы здесь? Вам что? Макфол не указ? Нет. Вы что, не для Макфола сюда ходите? Нет. Нам просто плевать на любовь к либеральной прессе. Нам с Макфолом детей не крестить. Нам их крестить друг с другом. Мы сюда пришли не для них. Не для того, чтобы самовыражаться. И заниматься публичным самоуважением. Мы пришли сюда исполнить свой долг. Мы пришли сделать то, что не смогли сделать наши отцы. Спасти страну. Наши отцы, они были простыми советскими людьми. Их было легко обмануть. Но у нас нет такого оправдания. Мы пришли сюда доказать, что мы хозяева этой страны. Мы настоящие хозяева, и мы настоящие люди. Они слись. Никто не может нам диктовать свою волю. Это Россия. Здесь ничего не бывает на халяву и понарошку. Им не взять нашу страну без боя. Здесь они заплатят полную цену. И они эту цену знают. Проводим до столицы. Мы скажем то, что они боятся услышать. Мы пришли владеть этой страной. И мы не уйдем. Потому что мы мужчины. И мы знаем, что такое слова. Что они значат. Родина или смерть. Родина или смерть. Родина или смерть. Родина или смерть.